В течение последних месяцев, пока шла подготовка, я вот смотрел, чем вы занимаетесь. У вас были медвежухи с РСС, где надо было летать в Екатеринбург, плюс были и фестивали в Омске. Сколько в процессе подготовки времени заняла сама подготовка? Ну, не, ну, нормально заняла. Конечно, были. Знаешь, смотри, моя карьера уже давным-давно, неотрывно, связана не с одним мной. То есть с 2007 года я вообще тянул двух парней целиком, это как минимум, вернее, двух парней известных, которые вы знаете, Александр Старнанский, Андрей Корешков. И очень много им посвящал всегда времени, может быть, даже больше, чем себе. Но об этом никто не знает, никто не видел, да, потому что я это особо не снимал. Потом начал уже снимать, когда после 2007 года, когда более шагнуло вот это все. Пойми, как бы я всегда ставил общие наши интересы превыше всего. Пока у меня есть возможность, пока у меня есть медийка, пока у меня есть интерес людям ко мне, я делюсь этим интересом к нашим общим достижениям. То есть пока у меня есть возможность, будучи медийным, будучи известным бойцом, достучаться до какого-то чиновника, какого-то кабинета для того, чтобы у нас появился фестиваль «Здорово за жизнь». Потому что у нас появилась дополнительная площадка в городе Омске под открытым небом, бесплатный ему тренироваться, дополнительный у нас филиал в каком-нибудь городе на отшибе, понимаешь, который город, даже вы не знаете, как он называется. Понимаешь, появился там наш филиал. Я буду это делать. Поэтому, ну, сейчас, если ты спросишь, сложнее или мне, чем раньше, конечно, мне проще. Почему? Потому что тогда я только это начинал, тогда я на себя взвалил очень большую ответственность. И если ты посмотришь, первые мои серьезные потери были когда? Когда я организовал команду вместе с новым потоком, с организацией, стал капитаном, стал ездить со всеми ребятами, стал им помогать. У нас сразу же стартанули такие звезды, как Алексей Кунченко и так далее. Понимаешь, то есть зажигал эти звезды в ущерб себе. Сейчас мне проще. Я уже, знаешь, как-то привык к этому. Ко всему же привыкаешь. То есть, смотри, на любого человека накинь сейчас тяжелую работу. Он, скорее всего, с ней не справится. Но постепенно, постепенно он начнет, привыкнет где-то на какие-то варианты и нормально будет жить. И все. Ну, то есть, какие у вас функции, когда, допустим, организовывается фестиваль в Омске? Это вы организатор? Ну, вот, например. Ну, что именно? Ну, словно вот сидите, вы думаете. Во-первых, тебе обрывают телефон. Во-первых, очень много людей хочет поучаствовать. Очень много людей хочет попасть на фестиваль, выставить свою площадку. Тебе нужно отсмотреть. Тебе кого-то предлагают. Плюс, бывают проблемы, которые тебе нужно решать. Я сейчас не хочу про них говорить, потому что мы решаем эти проблемы, но их очень много. Плюс, когда ты проводишь большой фестиваль на центральной площади города Омска, это большая ответственность. И всегда найдутся доброжелатели, которые будут специально делать, чтобы ты ничего не сделал. То есть, тебе приходится бороться со всеми этими доброжелателями. Это еще сложнее, чем просто организовать. Потому что, ну, опять же, смотри, когда ты это делаешь первый раз, ты попадаешь в такой ступор. Когда ты делаешь это второй раз, ты уже перестраховываешься. То есть, ты уже закладываешь на вот эти вот моменты. То есть, смотри, это все возможные записки в милицию, везде жалобы и так далее, на то, что у тебя нет каких-то разрешений. Эти все разрешения нужно получить. Эти все разрешения нужно сделать. Вот этим и занимаюсь. Чтобы у нас было все юридически чисто. Чтобы у нас не было никаких проблем. Потому что, опять же, доброжелатели, они захотят, чтобы не было у нас шторм-феста, здорового семейного образа жизни. Чтобы у нас был октобер-фест или еще какой-нибудь попойло-фест. Или еще, чтобы у нас побольше людей подыхало и им несло деньги свои последние семьи на вот это дело и еще на что-то. Поэтому они очень сильно нам противодействуют. Но, к счастью, у нас получается с ними бороться. И смотри, с годами этих людей становится меньше. То есть, главное, чтобы эти люди не имели возможности какой-то административной. То есть, чтобы у них на местах не было тех, кто их прикрывает и поддерживает. То есть, того же Министерства спорта не было. Чтобы оно не работало в их калитку, а не в твою. Понимаешь? Вот этим и занимаешься. То есть, ситуация, когда вы сидите, составляете план на бой с Ильичем, а вам звонят и говорят, Александр, надо решить, где поставить сцену. Она возможна. Да, на самом деле ты сейчас по больному ударил. Но не только это. Понимаешь, во-первых, это не такие звонки. Это и ночные звонки. И многим вот ты можешь тоже ответить. Смотри, если ты мне позвонил, я, скорее всего, возьму трубку. Правильно? И журналисты отмечают. Почему? Даже с незнакомых номеров. Потому что мне очень много звонят по моим мероприятиям. Я жду не журналистов, пойми. Я общаюсь с журналистами не потому, что я сижу и их жду. А потому что 24 часа в сутки я должен был быть на связи, когда я провожу какое-то мероприятие. Потому что все, что угодно может произойти за это время. И нужно резко, быстро реагировать. Вплоть до того, что, смотри, у нас была одна проблема. Не знаю, стоит ли о ней говорить или нет. Но нам, к примеру... Ну, точно не знаю. Ну, я расскажу, ничего там такого нет. Люди меня поймут, кто организовывал. Но у нас возникли проблемы. То, что нам заблокировали платеж. На это уходит время. Денег нет. Срочно понадобились деньги. Слава богу, у меня есть наличие. То есть можно было закрыться так. Потому что если ты проводишь какое-то серьезное мероприятие в центре города, любые схемы, связанные с блокировкой твоих оплат, могут привести к тому, что мероприятие будет сорвано. Сорванное мероприятие, это больше никогда в жизни ты не получишь к себе доверия. То есть ты покажешь себя с плохой стороны. Это самое важное. Это самое сложное. Поэтому самое сложное в таких моментах быть всегда на связи. А о них, говорю, очень много таких моментов возникает. Прям очень много. И все их не описать. Перед боем с Ильичем довольно такая благожелательная атмосфера. А сложно себя настраивать бить серба? Нормальный парень вроде бы. Ну, он же приехал меня бить. Он хочет на мне подняться в это. И, знаешь, встать, занять мое место. Поэтому нет, не сложно. Раньше мне было сложно. Я от себя изгнал эти мысли и все. Я просто помню... В то время мне было очень сложно. Понимаешь, особенно это был какой-то загон. Вот перед боем 100 литоков. У меня прям вообще такой загон был. Да как так? А сейчас нет. Научили вот такие, знаешь, опять же, земляки, доброжелатели и благополучатели. Благополучатели. Я просто помню именно ситуацию перед боем с Гусейновым. Мы были очень злым и прямо таким заряженным. Вот так проще выходить нам бы? Конечно. Конечно, проще. Но с Гусейновым, видишь, это слишком большой заряд. Привел к чему? Потому что я выбыл почти на 10 месяцев, до сих пор не восстановил руку и вместо его головы на эмоциях ударил в опору буквально на первых секундах и сломал руку. И это мне не давало нормально раскрыться. И я где-то себя сдерживал и работал просто на то, чтобы выиграть в этом бою. Понимаешь? Многие это не понимают, но я-то понимаю, можете посмотреть. То есть в первую мою жизнь произошло, что я долбанулся всей дурью в опору в железную. То есть вот в эту вот. Да, в такую вот, чтобы понимали. И сломал себе руку. Вот сегодня такое спокойствие нарушил вопрос про Василевского. А он до сих пор вызывает у вас какие-то негативные эмоции? Нет. Мне просто вопросы надоели. Меня вызывают, знаешь, люди, которые вот так вот наивно полагают, что может быть их не замечают или что, вот по дружбе со Славой пытаются как-то украсть у тебя. То есть мне драться с Ильичем. Зачем мне нужен сейчас Слава Василевский? Он в моей жизни сейчас не вписывается никуда. У меня есть три боя запланированных. У него что есть? У него есть какие-то проблемы со здоровьем, которые он должен решать. Пускай решает. Здоровье ему, счастье в этой жизни. Пусть будет максимально здоров и готов к боям. Но без меня. Развивайся, Слава, уже без меня. Зачем тебе я? У тебя было два шанса. Я тебе их предоставил. Но ты еще куда-то лезешь. Бойцов тебе мало. Выступай, вызывай других. Медику ты от этого не получишь. Я спору нет. Но я не хочу, чтобы ты качал себя за счет меня. Вот и все. Вы сказали, что не смотрели бой Джошуа с Усиком. А какой бой в ММА или боксе? Вот в последнее время вставали рано утром и действительно смотрели. Было интересно. Ну, всех моих учеников. Именно людей, которые с вами не связаны. И UFC или Белата. Ну, точно знаю, что на Поветкина вставал всегда. Однозначно. Потом смотри. Вот недавно был бой. Недавно был бой чей-то. Мне был тоже очень интересен. Так нет, ну на это. Некоторые бои я просыпаюсь. Кого знаю и знакомых. Посмотреть. Или, ну, наоборот, не ложусь спать. Ну, сейчас все меньше и меньше. А вот, кстати, почему меньше? Это потеря какого-то интереса или просто много других дел? Лучше выспаться, посмотреть потом результат. Знаешь, потеря интереса к ММА, убийствам его, в том, что сейчас происходит. Когда я начинал, такого не происходило. То есть сейчас все, большинство промоутеров и так далее, но это не касается РМК, вот, RC, то есть не касается нашего промоушена. То есть гонятся за ноликами в графе поражения. А как эти нолики получаются? Суперзрелищными боями? Не всегда. Чаще всего там залеживанием каким-то и так далее. Понимаешь? И во многом бойцы, которые имеют ноли в графе поражения, не дают тех эмоций, не дают того драйва, той зарубы, которая может произойти в ринге, если это будут другие бойцы. И отсюда отвоевывают у нас поп ММА. Вот вернулись к нему, посмотрите, что такое поп ММА. Там бойцы совершенно не готовы к бою, но они рубятся до последнего. Они дают полностью себя, чтобы выиграть. И это интересно людям. А не интересно, кто там забрал балл у кого, и кто больше переиграл на баллах. Понимаешь? То есть тем самым, вот давай я тебя сейчас спрошу, что интереснее, UFC или Олимпийский бокс по просмотрам? Ну, UFC. Однозначно. Ну, и любое, знаешь, многие промоушены наши, они точно так же интереснее, чем Олимпийские игры, какие-нибудь виды спорта. А почему? Да потому что людям, люди приходят за зрелищем. А зрелище нужно давать. Не все бойцы могут это зрелище дать. Вот и все. Поэтому, например, те же турниры UFC, у них очень большая проблема сейчас. А, ну, Чендлер, я вот просыпался на его бой, когда он с Гейджи дрался, да, по-моему. Потом, когда он дрался с Оливейрой. Ну, за Чендлером я слежу давно, я его лично знаю просто. Ну, за, говорю, кого я знаю, за теми я слежу. Ну, кого я из бойцов знаю. И американских бойцов так же, кого я знаю. Тоже слежу за ним. К последний вопрос, как раз про попа ММА. Там в порядке вещей, драки какие-то на пресс-конференции. Я хотел сегодня устроить такую. Только не с Ильичем, а с журналистом каким-нибудь. И, ну, вот про Роффали спрашивали сегодня. Нет ощущения, что постепенно это, вот эти все драки переходят во что-то нехорошее, и это рано или поздно плохо закончится. Ну, не у всех же. Смотри, ну, те, кто переступили черту, те, кто вышли за рамки шоу на улицу, те, кто начинают нарушать закон, но они рано или поздно останутся, окажутся там, где оказываются те, кто нарушает этот закон. Тем более здесь они себе оказывают медвежью услугу. То есть они медийны, и любое их дело, освещаемое в интернете, тяжелее замять. Чем больше дело освещено в интернете, тем сложнее его замять. К нему приковано большое внимание, и может быть показательный процесс. И обычный человек бы, например, получил бы какие-нибудь, там, не знаю, ну, обычный срок, а ты получишь в два раза больше, потому что это показательное дело. Поэтому, если вы к этому готовы, будьте к этому готовы до конца. Идите до конца. Если ты берешь про моих учеников, про того же Артема Роколя, то я, конечно, ребят предупреждаю про то, что я тебе сейчас говорю своим. И они прекрасно знают, что шоу должно быть в рамках шоу. У них нету никаких различных, там, знаешь, моментов. Они прекрасно понимают и знают, что если шоу вышло за рамки шоу, то они будут действовать непосредственно так, как нужно действовать на улице, еще где-то. Понимаешь, это уже будет не шоу. Поэтому просто нужно быть к этому готовыми. Если кого-то из этих поп-мам начнут сажать в тюрьму, и они будут сидеть реальный срок, ну, пусть они будут просто к этому готовы. Они сами к этому шли.